Силикатная 2, двухэтажное здание постройки 1953 года. Глядя на фасад дома, можно сделать вывод. Ремонт здесь вот-вот закончился. Все чисто, аккуратно. Отремонтирована крыша, поставлены новые окна. Казалось бы, что может не устраивать жителей этого дома. Но зайдя в подъезд, понимаешь, красивый фантик далеко не всегда подразумевает хорошую начинку. Капитальный ремонт должен был произойти у нас, закончится в ноябре прошлого года. А его только начали в конце ноября прошлого года, когда уже дождь, снег, нам меняли крышу. Крышу меняли, все текло. Все балки, все гнилое. Об этом жители трубили все время, пока делали ремонт крыши. Но мер принятых никаких не было. И после окончания работ на крыше в квартирах начали сыпаться потолки. Потолок у нас в 12-й квартире рухнул в туалете. В 11-й квартире рухнул на кухне полностью. В 10-й квартире в прихожке рухнул потолок. Проблемы подрядчики устранили, но, по словам жителей, некачественно. Вместо щитов, которые все-таки ширина, толщина их приличная, они подбили доски в один слой. И с такими щелями, через которые сыпался шлак. Следующее, что входило в программу капремонта по этому объекту – замена сантехники. И с этим возникло больше всего проблем, которые до сих пор не решены. Хотя планы были весьма обнадеживающие. Поменять должны были у нас все трубы. Водяные трубы, сантехника, вот эта фановая труба и стыки отопительные. Из-за всего, что сделали, поменяли только стыки отопительные. Стали подсоединять к батареям. К батареям не подсоединяется. Чтобы не быть голословными, жители пригласили нас к себе в гости и показали, в каких условиях им приходится жить. Видите, как нам подсоединили батарею? Вот она. Сказали, муфта не подходит. Все. Естественно, она отапливаться не будет. Она у нас холодная. Пока на улице тепло, жить можно. Но ведь скоро похолодает, и люди просто замерзнут. Больше всего страдают жители первого этажа. А вот в этой квартире проживает семья с маленькими детьми. Дом сырой, вещи все плесневеют, посуда плесневеет. Утром встать вообще невозможно с кровати. Спишь в халате, в носках теплых спишь. Дети вообще одеты в свитерах, в носках, в колготках теплых. Постоянно болеют. Кашля вообще хронически уже не проходит. Ужасная сырость образуется вследствие того, что дом был построен без фундамента. Дырки. Было все заделано. Крыса отсюда, мыши бегут. Это вот постелили, чтобы хоть как-то эти дырки заболадить. Жительница этой квартиры боится, что с такой сыростью может заболеть туберкулезом. Как цветы поливают, так и моют окно. Два раза в неделю. Это яд драйло было аж вот до сюда. Вот это, ну вот, ну все, тут же. Она не врясет, это все плесень. Показывать слабые места этого дома можно очень долго. Картина ясна. Мы обратились в фонд капитального ремонта, чтобы прояснить ситуацию. Ремонт выполнен плохо. Вскрывать здесь нечего. Московская реставрация – это тот подрядчик, который не должен был допускаться вообще на территорию Орловской области. Он уже столько навредил. Но нерадивые подрядчики – это лишь верхушка айсберга. Главная проблема, по словам Валерия Курмана, в самой системе. Дом имел признаки аварийности. Он был признан аварийным. Но из-за того, что, прямо скажу, наверное, у города и области нет денег на расселение, лучше этот дом включить в краткосрочный план капитального ремонта. Включили. Теперь начинаем из чего-то делать конфетку. Извините за прямолинейность, да. Дом рушится, а мы пытаемся его капитально отремонтировать. Валерий Курман уверяет, что сделает все возможное для того, чтобы ремонт на «Селикатный-2» завершился в пользу жителей. Мы вернемся к этой теме в других выпусках программы «Главные новости». Алина Логутина, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...